МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». В студии Ольга Пырочкина сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сладкая жизнь в безопасном городе. В Чувашии прошел единый информдень. Кусочек Франции в Чебоксарах, что можно увидеть на картинах художника Владимира Ларева. Паралимпиады глазами нашего журналиста. Чувашская делегация вернулась из Сочи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Весь город как на ладони, вернее, на мониторе компьютера. В рамках единого информдня главе Чувашии показали, как обеспечивается порядок в столице республики. А затем Михаил Игнатьев отправился к тем, кто делает жизнь чебоксарцев слаще. Подробности в сюжете. Высоко сижу, далеко гляжу. На улицах Чебоксар установлено 136 камер видеонаблюдения. Эти неприметные малышки способны разглядеть, к примеру, номера машин, лица людей, а в хорошую погоду даже цвет глаз. И все это за сотни метров. Информация с камер стекается в центр управления нарядами. Устанавливаются камеры в основном там, где часто проходят массовые мероприятия, в местах скопления людей, и где риск совершения преступлений наиболее высок. Представляется подземный переход между двумя вокзалами. Тут у нас и таксисты, и постоянно в Москву народ отправляется. Оживленное место. Да, оживленное место, мы поэтому сюда и поставили ее. По программе «Безопасный двор» в чебоксарских дворах установили 520 камер. Еще 145 ожидают своей очереди. Кстати, помогают такие электронные глаза поддерживать не только правопорядок, но и просто порядок. Так можно отслеживать, к примеру, работу уборочной техники. Самое главное, утром уже можно увидеть, сколько машин вышло на уборку. Они говорят, управляющие компании, вышли машины. А вот во сколько вышли, конкретно уже проверить можно. Ну, а на следующем предприятии, которое Михаил Игнатьев посетил в рамках единого информдня, тоже должен быть порядок. Только другого плана. Без халатов в цеха не пускают даже самых высокопоставленных гостей. Это одна из ведущих кондитерских фирм города. История предприятия начиналась в 1996 году в арендованном помещении небольшой площади. Сейчас это современное автоматизированное производство, которое выпускает более 300 видов продукции. Коллектив на предприятии в основном женские. Девушки на сладком производстве оказались не из робкого десятка. Вопросы к высоким гостям сыпались с разных сторон. Основная тема – материнский капитал, очередь в детские сады и на соцжилье. Но что беспокоит, наверное, всех, без исключения сотрудниц – дубовая роща. Ее видно буквально из окон предприятия. Через нее многим приходится ходить на работу. Занятие-то порой экстремальное. Там нет освещения, зато уже есть случай нападения, жалуются работницы. Я еще жить хочу. Я думаю, что все женщины хотят, но у нас тоже дети. Роща, которую сейчас видим, земли лесного фонда передаются в муниципалитет, значит, что в стадии передать. 622 в стадии перед покажем. Да, и поэтому бюджетное пока выделение от города не происходит. Как только они передадутся в город, то будет бюджет для того, чтобы освещение сделать и облагородить. Хорошо. С первого освещения. Ну, понятно. А почему вы ждете дамбу? Решение принято. Это чисто процедура оформительского характера. Еще коллектив жаловался на недостаток педиатров в больницах и, к примеру, отсутствие молочной кухни в Кугесях. Понятно, что мгновенно такие проблемы не решить. С предприятия помощники главы уехали с полным блокнотом поручений и вопросов, взятых на карандаш. Ольга Пырочкина, Антон Вовк, Республика. Сегодня же глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с председателем Волговятского банка открытого акционерного общества Сбербанк России Сергеем Мальцевым. Разговор шел о перспективах сотрудничества. Глава Республики отметил, что сотрудничество между предприятиями Чувашии и Сбербанком развивается, увеличиваются и цифры, иллюстрирующие работу с физическими лицами. Председатель Волговятского банка ООО «Сбербанк России» сообщил, что в ближайшее время запланированы серьезные вложения в развитие филиальной сети Сбербанка. В мае-юне текущего года в городе Чебоксары начнет работать Центр развития бизнеса. Кроме того, в 2015 году в Чувашии должны открыться 15 новых современных филиалов банка. Сергей Мальцев также заметил, что по сбалансированности бюджет Чувашии – один из самых лучших среди регионов ПФО. 20 марта в 10 часов в Большом зале заседания Дома правительства состоится очередная 20-я сессия Госсовета Чувашской Республики 5-го созыва. С отчетом о работе правительства за 2013 год перед депутатами выступит глава Чувашии Михаил Игнатьев. Услышать его выступление полностью вы сможете в эфире национального телевидения Чувашии завтра же, 20 марта в 18.30 и по национальному радио в 22 часа 30 минут. Экс-главу администрации Канаша Родиона Мясникова и его бывшего заместителя по финансовым вопросам Иосифа Яковлева признали виновными в покушении на мошенничество на особо крупном размере. Мы задержаны подозрением совершения секрети. Сейчас необходимо будет пройти в Чувашкаре совместную сотрудничество для производства местных действий. Напомним, экс-чиновника арестовали в декабре 2012 года. Дело расследовало Чувашское управление ФСБ. Судом установлено, что Мясников и Яковлев воспользовались служебным положением и мы совершили покушение на хищение 5,5 миллионов рублей, выделенных на снос жилого дома и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Приговор бывшему мэру выслушали наши коллеги с канашской студии телевидения. Сам Мясников в зале суда не присутствовал. Приговор, вынесенный канашским районным судом, вступит в законную силу через 10 дней после оглашения. Защита Мясникова намерена его обжаловать. Машина на месте, а вот вместо колес – кирпичи. Думаю, ситуация знакома многим автолюбителям. Чебоксарские оперативники нашли одну из точек сбыток краденных шин и автомобильных дисков. Подробности в сюжете наших коллег из пресс-службы МВД. В полицию обратился горожанин, который сообщил, что видел похищенные со своей легковушки колеса на авторынке Чебоксар. На место сразу же выехали оперативники уголовного розыска. В ходе проверки торговой точки эта информация подтвердилась. В результате проведенных мероприятий сотрудниками отдела полиции М5 и Межоярного отдела управления уголовной русской МВД Чебоксарской спублики был проведен обыск. Всего полицейскими изъято несколько десятков автомобильных дисков, а также летних и зимних шин. По мнению стражей порядка, они могут иметь криминальное происхождение. Если вы узнали свое имущество, просим позвонить по телефону. 34-18-40, 24-07-41, 02 или 020 сотового телефона. Чувашская делегация вернулась из Паралимпийского Сочи. На играх в эти дни побывали школьники, спортсмены с ограниченными возможностями, представители Республиканского министерства спорта и журналисты. Они увидели, как российская сборная борется за пьедестал почета. Поболел за наших спортсменов и мой коллега Дмитрий Ковалев. Перед посадкой в аэропорту столицы Зимней Паралимпиады пассажирский лайнер огибает Черноморское побережье. Из иллюминатора самолета открывается потрясающая картина. Дамы и господа, добро пожаловать в Сочи. Температуру воздуха плюс 10 градусов. Воздушная гавань расположена в 30 километрах от Сочи, в городе Адлер. Именно здесь и проходят все соревнования пара олимпийцев. Снег в этих местах явление поистине редкое. Сейчас на улицах растут пальмы и зеленеет трава. Многие туристы называют этот город настоящим раем. И не зря. В горах снега по-прежнему много. Большинство туристов туда предпочитают подниматься по канатной дороге. Из кабины фуникулера олимпийские объекты, как на ладони. Вокруг необыкновенные горные пейзажи. Конечная остановка на высоте полторы тысячи метров. Комплекс «Лаура». Здесь сражались за медали биатлонисты и лыжники. Впервые в истории игр работать сюда приехали и 10 судей из Чувашии. Причем здесь им пришлось испытать на себе все прелести профессии уборщиков и грузчиков. В последние дни в горах выпало большое количество осадков. Лыжную трассу от снега очищали арбитры. Только благодаря им соревнования всегда стартовали вовремя и приходили на высшем уровне. Приходилось вывозить на проблемные места буквально на руках, в ваннах, в больших ваннах, на снегоходах. Это снег разгружать, загружать. И чтобы трасса была готова и позволяла спортсменам как соревноваться, так и проходить миг-зону. В «Лаури» российские параолимпийцы завоевали большинство медалей. Абсолютным триумфом завершились соревнования по биатлону. Наши спортсмены заняли весь пьедестал почета. После каждой гонки у зрителей была возможность испытать на себе, насколько это сложно сражаться за параолимпийские награды. Каждый болельщик, пришедший на стадион «Лаура», мог почувствовать себя настоящим параолимпийцем. Вот из такой ***, незрячие спортсмены из России поражали все свои цели на повал. Чтобы попасть точно в цель, спортсмены с нарушением зрения ориентируются только на звук. Россия! 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 Параолимпийцев поддерживали тысячи болельщиков. Не затерялось на трибунах и пишущие братья из Чувашии. Насколько важна спортсменам такая поддержка, обозреватель газеты Александр Егоров знает лучше всех. Журналисту признавались не раз, что именно он помогал атлетам собраться силами и дойти до финиша. «Чемпионат России у нас в Чебоксарах проходил, поляк атлетики. И вот на 10 тысяч метров бежал наш Степан Киселев. Потом в частном разговоре признался, бегу, бегу десятку, сил больше нет. Отстаю. И тут слышу из трибуны вопль. Степка, жми! Откуда силы только взялись? Не знаю. В результате финишировал третьим». Вообще пара Олимпиады в Сочи пользовалась большой популярностью. На соревнованиях всегда собирались полные трибуны. И, видимо, такую поддержку российские спортсмены почувствовали. Они установили абсолютный рекорд в истории этих игр. Медриковалев Юрий Гурьянов. Республика. Из Паралимпийского Сочи. Знаменитый Мулин Руш, Елисейские поля и величественный Нотр-Дам-де-Пари. А еще тихие французские улочки. Все эти красоты запечатлены на полотнах Владимира Ларева. Много времени художник проводит в Париже. Его картины выставляются во многих галереях и музеях мира. Мои коллеги побывали в Чебоксарской мастерской живописца. Эти строки художник посвятил любимому городу Парижу. Владимир Ларев родился в 1954 году в селе Балабаш-Баишево в Чувашии. В 1979 году окончил Чебоксарское художественное училище и не прикасался к краскам 26 лет. Искал вдохновения. Как в жизни, так и в искусстве Владимир не приемлет стандартных решений. Не хочется оставаться простым художником-дилетантом, говорит он. Хочется писать картины, которые вызывают самые разные эмоции у зрителей. Пусть даже негативные. В 2003 году художник вернулся в мир искусства. Сурреалистические картины, пейзажи, портреты. Много работ, посвященных Пушкину, отношениям мужчины и женщины. Его композиционное мастерство проявляется в умении найти выразительный ракурс, жест. Некоторые произведения художник вынашивает в своей голове месяцами. А потом выплескивает накопившиеся эмоции на холсте. И тут уж дает волю, цвету и экспрессии. Эскизы я страшно сюда картины начал писать. А там в никаком смысле он страшный. Но тем не менее, вот взаимоотношения между мужчиной и женщиной, наш мир, который я сам себе представляю, а с чего он стоит, где какие-то пороки, штук 40 уже эскизов есть, но сделано где-то там около тысячи фигур будет. Они сейчас на стадии такого как бы формирования сам образ картины. Ларев пользуется не только кистью. У него много картин, выполненных пальцами. Но сколько о полотнах не рассказывай, описать их красоту и чувственность словами невозможно. Познакомиться с произведениями и самим художником смогут все жители и гости столицы. 11 апреля откроется его выставка в художественном музее. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин